Букет цветов для любимой в честь первой годовщины свадьбы – маленький праздник этой семейной пары, отдавшей все свободное время на реализацию пока что самого главного проекта в их жизни. Инна и Александр Сафины – люди, неравнодушные к спорту, ведут активный образ жизни и заражают своим энтузиазмом друзей и близких. В апреле этого года незаметно для себя создали уникальный для Омска проект. Организовали бесплатные уличные тренировки для всех желающих приобрести хорошую физическую форму. Площадку выбрали недалеко от дома, на территории школы номер 37, что за голубым огоньком. Мы с мужем вдвоем сами тренируемся, тренировались обычно в зале с ним, он проводил какие-то тренировки, взвал своих друзей и в какой-то момент мы сюда переехали и он предложил, почему бы не проводить тренировки на улице. Она поддержала, мы вышли сами потренировались, походили, посмотрели, что можно здесь придумать. Звонили друзей, в первый день притащили пять человек, потом начали раскидывать объявления по подъездам, расклеивали по домам, в интернете, где только можно. Люди начали подтягиваться, интересоваться, что происходит. Я взял старую садевскую тренировку, старую боксерскую, круговую, наложил на нее упражнения кроссфита, людям стало интереснее. Притащил какой-то инвентарь, кое-что докупили, скакалки, резину докупил, сделали уже кувалду. У нас оказалось 15 человек на одной тренировке, мы подумали, пора развиваться. Идею уличных тренировок Инна и Александр решили превратить в социальный проект и отправились на молодежный форум «Ритм». Энергии ребят хватило на то, чтобы защитить свой проект и выиграть грант на 150 тысяч рублей. Купили гири, шины, канаты, заказали скакалки, блоки для растяжки, перчатки, макивары, лапы и другое. Тренировки стали еще разнообразнее, приверженцев физкультуры еще больше. Люди новые приходят, ну раз в неделю, 2-3 человека приходят, хотя бы на одну тренировку люди приходят. Люди у нас разнопланы, у нас есть вот Дмитрий где-то, вот парнишка тренируется, 8 лет буквально парнем. Он тоже спортсмен занимается, если не ошибаюсь, он самбо, то есть он и борец, тоже боксирует, у нас сейчас стоит. Есть те, кому уже за 40, 47-48 лет, всем интересно. Подбираем программы на всех, на разный план людей. На осенне-зимний период тренировки перенесут в спортзал Сибирского казачьего института, а как только сойдет снег, опять выйдут на улицу. Инна и Александр не привыкли сидеть сложа руки. Все свое время они отдают любимому делу, поддерживая друг друга во всех начинаниях. Ребята надеются, что своим примером заразят таких же, как они, тренеров-энтузиастов и подобные площадки появятся в каждом районе города. Хотелось бы, чтобы ребята, которые смотрят на нас в других районах города, развивали такие же направления, потому что одно дело, когда строят спортивные площадки, совершенно другое, когда на спортивных площадках присутствуют люди, с которыми можно потренироваться. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok